Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о российском чемпионате. Сегодня популярный сайт TransferMarkt опубликовал новые расценки на футболистов РПЛ. И здесь есть несколько серьезных изменений в положительную сторону. Многие игроки прибавили в цене, а некоторые, ну, прям заметно выросли. В частности, например, тот же самый Эдик Спертян. Ну и давайте сейчас подведем какие-то итоги вот этого обновления и сделаем список 10 самых подорожавших футболистов российской лиги. Обсудим эту тему. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Пари – это абсолютно легальная компания, которая нас поддерживает и которая делает просмотр спортивных событий еще интереснее. Пари работает в сетке нашего легального партнера. Здесь вы найдете множество важных спортивных событий из мира футбола, хоккея, бокса и всех других видов спорта. Приложение Пари – современное и технологичное, и вы можете пройти на него по ссылке в закрепленном комментарии. Кстати, у Пари сейчас идет специальная акция – 1000 рублей новым клиентам. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь в приложении или на сайте Пари и пройдете все стадии верификации, то вы получите фрибет 1000 рублей. Дерзайте. Отличный подгон в наши тяжелые времена. Ну и начинаем мы с 10-го места, где оказался Константин Тюкавин, подорожавший на 1 миллион, и сейчас его стоимость 8 лямов. Ну, что мы тут можем сказать? Тюкавин очень неплохо начал сезон. В какой-то момент казалось, что это будет настоящий прорыв для Константина, но следует признать, что последнее время с результативностью у него как-то так себе. Поэтому, наверное, его рост ограничился всего одним миллионом. Если Костя стабилизирует игру, и если Динамо при этом будет тоже более стабильным, чем сейчас, то уверен, что он прибавит существенно больше. Не на 1 лям, а возможно на 2, а возможно и на 3. Чем черт не шутит. Игрок молодой должен прибавлять, так что будем ждать от него еще больших успехов. Ну а пока плюс 1 миллион. Еще один футболист, который подорожал на миллион, это Кордуба. Раньше стоил 11, теперь 12. Ну, здесь, как мне кажется, Кордуба просто показывает свой стабильный, высочайший уровень. На данный момент, и я об этом уже несколько раз упоминал, Кордуба является лучшим нападающим России. Вот так. Именно вот среди центра форвардов. В свое время он вообще казался растущей звездой европейского масштаба, что он там будет играть за Барсу или еще за кого-нибудь. Но травмы ему, к сожалению, карьеру сильно ограничили. Ну и в России тоже он периодически получает повреждения, поэтому не всегда ему удается показывать стабильные сезоны. Сейчас он вроде как залечил все болячки. Играет здорово, классно. Краснодар на первом месте. Поэтому автоматически повышается расценка на Кордубу. Единственное, что мы должны понимать, что он не молодой уже футболист. Поэтому расти в цене он будет не так стремительно, как тот же самый Эдик Спертиан, например. Который подорожал на 3 миллиона. То есть Кордуба и Спертиан оба великолепны. Но один прибавил миллион, другой трешку. Но это связано с тем, что Трансфермакт всегда больше прибавляет в стоимости тем игрокам, которые помоложе. Но потому что они действительно всегда более ценные. На трансферном рынке за них больше платят. Следующий футболист, который подорожал, это Фейзулаев. Прибавил он миллион двести пятьдесят тысяч. Теперь стоит два ляма. Ну, что мы тут можем сказать. Очень здорово показал себя в ЦСКА, пробившись в основную обойму. Забил мяч Ростову. Отдал голевую передачу в игре с крыльями. В обеих ситуациях спас фактически команду от поражения. Поэтому здесь повышение, в принципе, заслужено. Единственное, что последний матч в Кубке вышел не самым удачным. Там он появился со скамейки запасных. Не смог забить пенальти. Обидненько, прямо скажем. Но будем надеяться, что это не собьет его с правильного пути. И Фейзулаев будет дальше прибавлять в стоимости и прибавлять в качестве игры. Федотов в него верит. Парень молодой, перспективный. В ЦСКА он уже прижился. То есть, поначалу он не попадал в состав. Но последнее время играет много. Я думаю, это не последнее повышение цены на Фейзулаева. Дальше у нас два футболиста, которые подорожали на полтора миллиона. И оба представителя лидера. Краснодар. Это Бачи и Черников. В принципе, тут никаких вопросов. Черников оправился от травмы. И вновь стал одним из лучших опорников чемпионата. Единственный, наверное, кто однозначно сильнее на позиции пятого номера. Это Бариос. Но, понятное дело, он вообще отдельная категория в этой номинации. А с тем же самым Бариновым, Глебовым, я думаю, Черников в отдельных нюансах игры может уже и посоперничать. Поэтому здесь один из лучших опорников должен получить повышение. Как и Бачи, который проводит очередной очень сильный сезон. Сейчас Бачи стоит 3,5 миллиона. Черников 4. И я думаю, что это не последнее их повышение. Опять же, Краснодар на ходу. Краснодар побеждает. Эти ребята занимают ключевые позиции. Они молодые, талантливые. Будут прибавлять. В общем, Краснодару респект. У них есть опытные футболисты вроде Кордубы. Но по-прежнему базисом команды и вот такой креативной единицей ключевой являются молодые растущие футболисты. Дальше у нас идет Салтыков, который подорожал на миллион семьсот и теперь стоит два миллиона. Ну, то, что Салтыков должен подорожать, это было очевидно. Человек вызван в сборную. Человек играет великолепно. Одно из главных открытий текущего сезона. А на мой взгляд, вообще главное. Я уже делал список. По-моему, пять, ну, скажем так, пять главных открытий этого сезона РПЛ. Если что, можете найти этот ролик на моем канале. Так вот, Салтыков там был вообще на первом месте. Классный игрок, здорово себя показывает. И при этом стоил он 300 тысяч евро. То есть здесь трансфер-маркту нужно было повышать, а то было как-то уже просто неприлично. Следующий футболист, который подорожал, также представитель крылышек Гаре. Плюс два миллиона, сейчас стоит пять. Ну, что я могу сказать, заслуженный. Игрок и раньше показывал себя неплохо. Но в этом сезоне здорово прибавил. И вы знаете, ну, я думаю, что он в крыльях не задержится. Вообще-то, к сожалению, для крылышек обычная ситуация, когда у них кто-то раскрывается и дальше его выкупают. Как было с Пеняевым, Глушенковым и всеми остальными. Но, с другой стороны, клуб-то на этом может заработать. И для того, чтобы отразить этот процесс, вот, пожалуйста, повышается цена, в том числе и на трансфер-маркте. Гаре очень хорош. Он великолепно играет в своей зоне. Такого блуждающего, скрытого вингера. Который много перемещается по футбольному полю. Появляется то на бровке, то еще где-то. Классный игрок с очень разнообразным инструментарием. И действительно настоящая находка. То есть, в отличие, там, не знаю, от других латиноамериканцев, которых подписывали с пафосом. И которые зачастую не показывали каких-то суперрезультатов. Вот здесь, ну, строго говоря, малоизвестный. Латиноамериканец приехал и начал просто рвать все и вся на свои позиции. Отличное подписание для крылышек. Следующие игроки подорожали на 2,5 миллиона. Это Тик Низян и Кассьера. Теперь Тики стоит 5 миллионов, Кассьера 6. Ну, что тут можно сказать. Кассьера давно нам известен как очень сильный нападающий. В Сочи он был хорош. В Зените первый сезон провел слабо. Зато сейчас прибавил мое почтение. Поэтому тут обратное, так скажем, повышение цены было неизбежным. То есть, в Сочи он был дорогим. Дальше перешел в Зенит. Пошел на спад по трансферной стоимости. Из-за неудачного сезона сейчас. Ну, пройдя тяжелейшую, вот так скажем, акклиматизацию, адаптацию в коллективе. Поймав кураж, поправив прицел. Он начал забивать много. И, конечно же, его цена растет. Вот какие тут могут быть варианты. Ну, а Тик Низян, ну, скажем так, сложно назвать его открытием. Мы знаем его уже очень давно. Но он долгое время был вот таким, знаете, вечно молодым и перспективным. А сейчас в системе Галактионова он действительно прибавляет, играет то в обороне, то в полузащите. И везде он хорош, забивает мячи. В общем, становится самым настоящим лидером для своего коллектива. И Тик Низян, на мой взгляд, это огромная находка для Локомотива. И, конечно, огромная потеря для сборной России, которая не успела вовремя заявить до тех пор, пока не появились хитрые дельцы из Армянской футбольной федерации. Которые, как видимо, разучились своих футболистов воспитывать. Теперь пытаются перехватывать иностранцев. Ну и это касается еще одного футболиста, также упущенного нашей сборной. Эдика Спирциана прибавил 3 миллиона в цене, стоит пятнашку. Блестящий игрок Краснодара и, к сожалению, сборной иностранного государства Армении. Но, тем не менее. Порадуемся за его успехи. Будем надеяться, что он переедет в Европу. Он это заслужил. Он классный игрок. И мне кажется... Ну, скажем так. В отличие от Захаяна, он имеет куда больше шансов на то, что он сразу заиграет в Европе. Сезон проводит потрясающий. Ключевой игрок лидера РПЛ Краснодара. Ну, я не знаю, что здесь еще можно сказать про Спирциана. Я думаю, вы и так в курсе, насколько этот парень крут. Так что, такая вот десяточка подорожавших. Будем следить за обновлениями рейтинга Трансфермаркт. И будем узнавать, кто же там еще подорожает в следующем эпизоде текущего сезона.